Эти люди всегда отличались сдержанностью и беспафосностью. В свой профессиональный праздник они скромно принимают поздравления и награды. В лицо их не всегда знают, так как в радиоэфире их можно лишь только услышать. Это сотрудники радио Карачаева Черкесии, благодаря которым дома, в машине, на работе мы всегда находимся на связи и в курсе всех главных событий. Произошли серьёзные изменения в части нашего отечественного радиовещания. Это касается не только Карачаевой Черкесии. С 1 апреля 2009 года было ликвидировано проводное радиовещание в нашей республике, как, впрочем, и в других регионах Кавказа и многих регионах Российской Федерации. Разумеется, мы оказались в очень непростой ситуации. Мы потеряли, конечно же, своих постоянных слушателей. А кто наши постоянные слушатели? Это люди среднего возраста. Это люди с определенными ограниченными физическими возможностями. Это люди, давно привыкшие слушать радио и ждать выхода наших программ. Сегодня перед сотрудниками Республиканского радио стоят самые разные задачи. Одна из первых убедить слушателей, что радиоэфир 21 века – это не только простенькие эстрадные песенки в перемешку с пошлыми интерактивными шоу. Вместе с духовными и нравственными приоритетами важным преимуществом современного радио является доступность населению диапазона его вещания. В последние годы служба радиовещания ГТРК Карачао-Черкесии подверглась серьезной модернизации. Поступило новое оборудование, изменилась форма и вид индивидуальных технических средств наших журналистов. Многое изменилось. Пришел на радиоотряд профессиональных молодых журналистов. Журналистов, имеющих специально высшее образование, что очень немаловажно в профессии, в нашей нелегкой профессии. Но вот произошли такие изменения, которые потребовали совершенно нового взгляда и нового подхода к осмыслению тех процессов, которые происходят внутри нашей нелегкой работы. Несмотря на то, что современные средства массовой информации понемногу вытесняют радио, и в наши дни оно не столь популярно, как в эпоху Левитана, у радио осталась еще масса своих преимуществ. Оно по-прежнему незаменимо в автомобиле, а также из радио можно черпать необходимую информацию, параллельно занимаясь своими делами. Радио можно слушать и заниматься своими делами. Самое главное. Телевизор, когда смотришь, такой возможности нет. А по каким причинам, если не секрет, вы не слушаете радио? У вас нет приемника? Нет, нет приемника раз, во-вторых, на работе как бы не до этого. Раньше не было телевидения, раньше вообще не было интернета, не было раньше. Сейчас, что вам посоветую? Ну, правду говорить. Дизинформации, чтобы не было. Всегда удобно, всегда в любом положении, на ходу, сидя, стоя, во время поездки, всегда слышно. Пусть радио еще больше и больше работает, лучше работает. Важным преимуществом многонационального радио Карачаева Черкесии является то, что оно вещает на пяти языках. И сегодня в его архивах бережно хранятся на магнитных пленках записи, сделанные несколько десятилетий назад. Это и уникальные интервью, и фонограммы гремевшего некогда на всю область хора Карачаева Черкесского областного радио. Наше радио вообще вне конкуренции, хотя бы в силу того, что на национальном языке, на своем родном языке, какие-то народные песни, голоса известных людей, писателей, поэтов, которые были записаны, допустим, несколько десятилетий тому назад, можно услышать у нас на нашем радио. Про свои традиции, про обычаи, вот то, что мы говорим о детномыз, на национальный колорит, вот этот можно передавать как бы по нашему радио, ну радио, телевидение. Вот это республиканские средства массовой информации тем и отличаются, что на русском языке можно с утра до вечера, допустим, слушать, передачи слушать, а вот на родном языке и про свои традиции, обычаи, можно слушать, наверное, все-таки только по нашему радио. Как человек, проработавший на радио ранее, я знаю, что сердцем любой радиостанции является студия, в которой записываются программы. Здесь всегда царит какая-то особенная энергетика. Доброе утро всем, кто решил этот день начать вместе с нами. На волне радио Карачаева, Черкесия, информационно-музыкальная программа «Республика», студию Мартикеев. Голос всегда был главным оружием диктора на радио. Именно при его помощи радиоведущий доносит до слушателя всю необходимую информацию. А сделать это нужно так, чтобы по ту сторону приемника люди заинтересовались и отсутствие картинки дополняли своим воображением, которое подпитывает услышанный в эфире голос. Я пришла работать на радио около семи лет назад. И за все это время я ни на один день не разочаровалась в сделанном выборе. Потому что всегда очень приятно работать в коллективе профессионалов. Особенно хочется отметить нашего руководителя Михаила Махмудовича Накохова, который является самым настоящим специалистом в области журналистики, в области русского языка. Специфика нашей работы, она подразумевает общение с самыми разными людьми. То есть приходится по работе встречаться с уникальными творческими представителями нашей родной республики. Современный информационный бум – это результат труда многих поколений ученых, инженеров, техников, словом, всех тех, кого судьба связала с отраслью связи. И сегодня День радио – это праздник тех, кто профессионально и оперативно информирует нас о важнейших событиях, происходящих в нашей стране и мире. Это праздник тех, кто своим трудом может мгновенно объединить дела и мысли огромного количества людей, находящихся друг от друга за многие сотни, а иногда и тысячи километров. Оксана Качкарова, Андрей Дорошенко. Итоги недели. Продолжение следует...